В числе участников встреч депутаты областного совета депутатов, начальники управления, члены хозяйственного актива Брещины. Столь представительное собрание знакомил с новым председателем облсполкома премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. В своем выступлении он отметил, что трудовая биография нового губернатора Брестского края характеризует его как крепкого хозяйственника и умелого руководителя, имеющего опыт работы в парламенте и Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды. Немаловажен тот факт, что Анатолий Лис в свое время возглавлял Новогрудский и Мозорский райисполком, и поэтому ситуация в Полесских регионах ему хорошо знакома. Последнее место службы заместитель главы администрации президента Республики Беларусь. Принципиален, энергичен и опытен. Такой руководитель сможет продолжить поступательное развитие области, ведь по многим показателям социально-экономического развития Брещина лидирует в стране. Премьер-министр подчеркнул, что Анатолий Лис при помощи управленческого актива области сможет придать должное ускорение экономическому развитию региона. При назначении главы государства Анатолию Васильевичу были даны конкретные поручения по дальнейшему развитию народно-хозяйственного комплекса Брестской области, который имеет большой потенциал и все возможности для выполнения задач в будущем году. Свет отметит, что в текущем году экономика области по большинству показателей работала с положительной динамикой. Валовый региональный продукт за 11 месяцев составил 102%. Высокими темпами наращиваются объемы в сельском хозяйстве. Темп роста в общественном секторе за 11 месяцев составил 108,5%. Область занимает первое место в республике по объему экспорта СИОС-продукции и продуктов питания. За 10 месяцев текущего года экспорт данной продукции превысил 1,2 миллиарда долларов, что составляет свыше 26% всего экспорта продовольствия страны. Несмотря на объективные финансовые трудности, в регионе продолжается модернизация промышленных производств. Действительно, Брещина на протяжении многих лет является лидером в республике по многим показателям. Прежде всего, в агропромышленной отрасли рекордные цифры по уборке урожая позволяли стать победителями республиканского фестиваля-ярмарки «Дожинки». Многое достигнуто благодаря разумным и взвешенным решениям Константина Сумара, который все делал для людей и ради людей. Огромный прорыв в сфере здравоохранения. Модернизированы и реконструированы. Введены новые корпуса больницы-поликлиник. Радует пациентов Брестская областная больница. Ускоренными темпами развивался промышленные и строительные комплексы. Образование и культура о спортивной базе Брестского региона говорить не приходится. Не зря. Область носит почетное звание области спортивной. Постоянно прирастал экспорт товаров. Только в 2014 году открыто 7 новых рынков сбыта. Я хочу от себя лично, наверное, от депутатского корпуса, от Хозактива все-таки высказать слова благодарности Константину Андреевичу Сумару за ту работу, которую мы совместно проводили последние 10 лет по развитию нашей области. Хочу сказать, что за это время область практически все время находилась в призах, так говорят спортсмены. Но еще больше нам предстоит сделать. За многолетний труд на пользу Брестской области Константину Сумару была вручена почетная грамота от областного совета депутатов. Позвольте мне также поблагодарить и Кацанин Андреевича Сумара. За ту работу, которую он провел свыше 10 лет, мы с Андреевичем начинали работать еще с 96-го года в комитете государственного контроля. Шли постоянно в бок, в бок, в бок. Потенциал у него колоссальный. Я думаю, он еще будет востребован. Глава государственного об этом говорил. Но другое вместе, на другой работе идет, сможем дать не меньшую отдачу, чем дал он здесь. Я сегодня хотел бы сказать огромное спасибо всем жителям нашей Брестской области за то понимание и за ту работу, которая в какой-то степени, может быть, где-то мы со своим штабом не дорабатывали, но люди нас прекрасно понимали, люди поддерживали и делали все возможное, чтобы наша Брестская область была такой, как она сейчас есть. И пользуясь случаем, вот в преддверии раздельственских праздников, в канун Нового года я хотел бы всем вам пожелать, конечно же, прекрасных успехов, чтобы был мир и добро в ваших домах, в ваших семьях, крепкое здоровье, чтобы было. И, конечно же, я огромное хочу сказать спасибо и пожелать всем жителям нашей Бресткины, чтобы в каждой семье был мир, было согласие, чтобы было получше. Но самое главное, чтобы долгие, долгие годы жизни было у каждого из наших жителей, которые проживают у нас на территории Брестской области. И дай Бог, чтобы все те задачи, которые ставит президент страны перед Брестской областью, перед всеми вами, обязательно были выполнены. Еще раз большое огромное вам спасибо и низко кланяюсь. Спасибо. В ходе открытого голосования депутатский корпус Брестской области утвердил в должности председателя облсполкома Анатолия Лиса. Новый руководитель региона уже поставил для себя определенные задачи, в числе которых повышение эффективности экономики, производство качественной и конкурентоспособной продукции. Задачи, поставленные президентом, я не думаю, что они чем-то отличаются для Брестской области или для Гродненской. Они стоят в целом перед республикой. Это, прежде всего, экономические вопросы, это экономика, это благосостояние нашего населения, это социальная сфера, сельское хозяйство. Поэтому те прогнозные показатели, которые доведены до республики, до областей, они должны выполняться. Конечно, есть определенные периоды в жизни нашей страны и области, естественно, что какие-то сложности возникают. Но, в принципе, задачи не отменяются, поэтому их надо выполнять. Одно из пожеланий для нового губернатора региона Анатолия Лиса – стать брещанином и полюбить Берестейский край. Это поручение руководитель уже готов начать выполнять. Брестская область не сильно отличается от Гродненской. Тем более, в Новогрудке я 10 лет работал, рядом Баранычев, у меня много знакомых, друзей я часто посещал Брестскую область. Поэтому чего-то нового особо я не думаю. Ну, а то, что надо становиться брещанином, это однозначно. Как работать в области и не быть брещанином, естественно, буду. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.